Всем привет! И прежде чем вы увидите эти прекрасные, только выпустившиеся из-под руки заработчика игры, хочу попросить вас досмотреть до конца этот ролик, так как все игрушки в нём действительно годные. И если обычно, наконец, я оставляю игры похуже, ну так как до конца мало кто досматривает, то здесь я не смог особо распределить их. Кстати, есть такая тема. В прошлом видео этот парнишка, спасибо тебе огромное, если ты досмотришь, конечно, предложил мне песню, которую я, собственно, и ставил в этот ролик. И если кому-то интересно, возможно, то предлагайте в комментарии песню, и если она будет крутая, прикольная, классненькая, норм такая, то я её вставлю в следующий ролик. Jazz Punk. Это юмористическая игра на тему альтернативной реальности холодной войны. Играть вы будете за шпиона, которому поручают самые опасные задания. Старайтесь быть внимательным и заглядывайте даже в самые светлые уголки. Ну, потому что в тёмный и дурак залезет, правильно? Вас жжёт огромное количество заговоров, тайн, раскрытия гротов, вражеских шпионов и, что самое важное, всё это преподносится с колоритным юмором. Как и у любого хорошего шпиона, у вас будут самые продвинутые устройства, некоторые из которых вас отлично повеселят. Кстати, в игре имеется отлично открытый мир, и как по мне, игрушка ну очень клёвая. Если бы не Far Cry Primal, я бы в неё позалипал. Хантинг-симулятор. Симулятор настоящей охоты. В котором у игроков есть возможность часами исследовать разнообразные охотничьи угодья, как наедине с природой, так и сопровождении товарищей. Цели в игре сотни. Unreal Engine 4 позволит воссоздать одни из самых известных охотничьих регионов. Горы Колорадо, Дубрау и Франции, заснеженные равнины Аляски и не только. Каждый уголок игрового мира населён прекрасно с моделированной фауной, то есть живностью, с реалистичным поведением. В игре присутствует 38 видов животных, 12 обширных локаций и 17 видов оружия. В общем, всё, что нужно настоящему охотнику. Горя Скрипт. Ну или я не знаю, как это читается. Быстрый шутер от первого лица, созданный на самом деле игровом движке. Очень напоминает старенький Квейк, но с новой хорошей графикой в ретро-стиле. Действия происходят в пиксельном мире, где правят неумолимые монстры, желающие уничтожить вас. В игре 18 уровней, 6 видов оружия и 5 уровней сложности. Игра требует всего 2 гигабайта оперативной памяти. Ну и, как мы знаем, это завышенные требования. А также, внимание, полгигабайта места на жёстком диске. Кэррердек. Это превосходный симулятор лётчика. Игра позволит вам оказаться на борту огромного ядерного авианосца. Вашим персонажем станет офицер воздушных сил, которому предстоит управлять посадкой и вылетом воздушного транспорта с борта корабля. Я, честно, не знаю, как это работает, но игра требует всего, всего 250 мегабайт места на жёстком диске. Зулу Респонс. Это тактический экшен, события которого отсылают игроков к противостоянию племени Зулусов и британского экспедиционного корпуса в 1879 году. Как же это давно было. Сражайтесь до последней капли крови, командуйте целым отрядом и добейтесь победы любой ценой. Вам дано играть как за аборигенов, так и за солдат армии, и управлять как отдельным юнитом, так и всем отрядом. Subject A-119 или же Объект A-119. Это приключенческий пазл, напоминающий портал. Главный герой игры, Объект A-119, первый успешно созданный клон, который очнулся неизвестно где без каких-либо воспоминаний. И с помощью своих сверхъестественных сил он должен найти путь из загадочного комплекса. Блять, он ёбаный волшебник, он ёбаный вол... Но вы должны ему в этом помочь. Virtual Slot Cars. Симулятор слот гонок, который позволит вам построить свои треки, собрать свою машину из разных деталей и прокатиться по новоиспечённой трассе. Вместе с машинами под управлением искусственного интеллекта. Очень клёвая игра, напоминает о конструкторах из детства, в которых дорога собирается по кусочкам. Ну и, собственно, здесь так же происходит. Леопофрения. Это инди-игра в стиле пиксельной графики. Действие игры происходит в маргинальном районе мегаполиса, наполненного доверху романтикой российских окраин. Сюжет повествует о тяжёлой жизни офисного клерка, который в силу обстоятельств вынужден подрабатывать грузчиком. Без работы, без семьи, без жизни в целом. Лишь твиттер и алкоголь не дают парню окончательно свести счёты с жизнью. Но вот коллега главного героя после очередной смены притягивает ему волшебную пилюлю аспирина. Аспирина, ага. От всех невзгод, после чего жизнь главного героя кардинально меняется. Лезис, или Лефис, опять-таки сложно прочитать, да? A Daring Discoveries это 2D-изометрическая игра, посвящённая исследованиям, где можно путешествовать по планетам, каждая из которых краше предыдущей. В качестве одного из пяти исследователей вам предстоит исследовать далёкие планеты в поисках артефактов. Однако достижение цели потребует принимать непростые решения, и даже небольшие ошибки могут привести к смерти. Тирани. Это пошаговый ролевой слэшер с отличным сюжетом. После Великой войны добра и зла, завершившейся победой сил мрака под предводительством владыки Кайроса, начинаются события Тирани. Не знающие жалости войска владыки подчинили себе земли. Его обитателям остаётся лишь попытаться выжить в этом новом, навсегда изменившемся мире, даже если согласия нет и среди самых преданных воинов Кароса. Архонтов, вам предстоит выступить вестником нового миропорядка в ролевой игре, которая будет живо реагировать на все ваши действия. Вы станете могучим судьбоносцем, путешествующим по городам и селениям с единственной целью. Кнутом или пряником? Насаждать власть владыки. Ну, а это конец, и ты увидел 10 игр. Найти их было довольно трудно, и если тебе понравилась хотя бы одна из них, то поставь лайк и жми на красную кнопку. О, да это не так уж и сложно, как ты думаешь. На этом всё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok